Гуманитарная работа в одном из лагерей помощи в Судане остановилась. После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана, правительство страны потребовало от всех организаций помощи беженцам покинуть государство. Лагерь Замзам был оборудован для людей, потерявших дом в Дарфуре. Это было единственное место, где они могли переночевать или поесть. Теперь более 4,5 миллионов беженцев остались без крова. «Прежде мы получали большую поддержку от различных гуманитарных организаций. Но сейчас более недели вся их деятельность прекратилась. Мы не знаем, кто может приехать и привезти нам продовольствие». ООН неоднократно выражала обеспокоенность, что деятельность многих спасательных организаций находится под угрозой. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун вновь призвал правительство Судана пересмотреть решение о высылке. «Обеспокоенность ООН касательно Судана всегда была и будет касаться вопросов мира и благополучия жителей страны. Для миллионов суданцев общественные организации являются единственным средством выживания. Необходимо разрешить им выполнять свою работу». Гуманитарные организации, которые ещё остаются в Дарфуре, уже почувствовали нарастание антагонизма. Так, бандой вооружённых преступников были похищены и вскоре отпущены четыре сотрудника врачей без границ. После этого организация сообщила, что приостановит свою деятельность и отступит в Хартум.